Пора исполнения желаний – не новый год, а предвыборный период. Пользуясь случаем, жители местечка Харенка решили привлечь внимание кандидатов к своей проблеме. Прошло уже два года с тех пор, как родители учащихся 41-й школы отстояли право своих детей учиться не по соседству с АЗС. Тогда история привлекла внимание Михаила Меня. За два года сменился глава региона. Под следствием некоторые чиновники, принимавшие непосредственное участие в этой истории. Но по соседству со школой все по-прежнему. Котлован засыпали, АЗС увезли, но часть ржавого металла осталась. Останки АЗС у нас находятся до сих пор. Зимой дети катаются как на горке, железки торчат, они могут, во-первых, что-нибудь себе повредить. Во-вторых, у нас свалку превратили в пустырь, уже начинается какое-то земельное тут возвышение непонятное. На месте несанкционированная стоянка автотранспорта. По всем нормам она должна быть не ближе, чем в 100 метрах от школы. Были неоднократные наезды на детей. Я сама видела, как одна женщина за рулем наехала на девочку. Слава богу, все обошлось, просто был ушиб. Но все равно страшно, потому что все-таки дети маленькие ходят, не только там взрослые. Бегают, они не видят этих машин, потому что они выезжают из-за угла. По слухам, у участка новый собственник. Что у него в планах, неизвестно. А местные жители так надеялись, что здесь благоустроят место для отдыха с детьми. Кроме парковой зоны, таких участков поблизости нет. В идеале это должна быть детская площадка, где смогут играть дети, безопасно проводить свое время, потому что в данном районе существует дефицит детских площадок. С другой стороны, если не получится с детской площадкой, то хотя бы привести этот участок в красивый вид, чтобы здесь было зелено и было безопасно для детей. Вопрос относительно этого участка земли в городской мэрии оставили без ответа. В преддверии выборов головы чиновников заняты другим. Тем не менее, жители микрорайона сдаваться не намерены. Однажды победив чиновничьи безразличия, они готовы добиваться ответа. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.